Вы сказали, что если работа необходимо принять, у меня в какой-то момент... Я прямо так сказал, необходимо менять? Принять. Принять, а принять. Да. У меня остро начинается сейчас вопрос того, что не я выгодал работу, как бы, да, чтобы работа, то есть у меня было влияние родственников и так далее. А у вас в жизни было хоть раз ощущение, что вы занимаетесь своим делом? Вот честно. Да. Когда? В университете. А? В университете я учился, да. Но это же не дело, я вот, допустим, если ем, сплю, это же не дело. Дело это, когда ты что-то делаешь для других. Учиться это не дело. Это вы наполняетесь в это время. Ну, вы интересны, но... Это не дело. Вот вы вспомните дело, когда вам нравилось его делать. Вы не хотели бы в монастырь вообще? Там не надо работать. Там люди только наполняются. Знаете, что вы в прошлой жизни были монахом. И пока были монахом, разучились работать. Ну, то есть, работать означает что-то делать для кого-то за деньги. Вы можете служить. Вот вам нравится служить, допустим. Не за деньги, просто что-то делать. Но вам надо научиться жить сейчас, понимаете? Вы отвыкли. Учиться в монастыре все учатся. Есть два варианта. Или в монастырь назад, в этой жизни. Или остаться на той работе, на которой вы работаете. Выбирайте один из двух вариантов. Я с монастырем могу помочь. Я с монастырем могу помочь. Поэтому я вам и сказал, что это не ваш вопрос. Про зачатие. Да. Хоть вы и ушли, еще это не значит, что у вас уже мозги встали на место. Все. С вами мы уже закончили разговаривать. Надо подождать. Поработать там, на этом месте. Потому что вы не можете любить труд пока. У вас это не включилось еще. Включится через полтора года где-то пребывание на этом месте. Работайте. Не важно, потом останетесь вы там или нет. Просто не уходите никуда. Вы постоянно уходили, уходили, уходили. А сейчас останетесь. И вы увидите, что у вас все получится. Это трудно будет, я понимаю. Но надо остаться. Направление силу... Потом узнаете, после этого. Да. Точно узнаете. Даже вот просто вы сейчас решите остаться, и по дороге сразу вы начнете понимать, где вам лучше работать. Вот просто решите остаться на этом месте, и уже начнет приходить знание. Это называется терпение. Терпение приводит человека к трезвости, к пониманию, что делать. Вот, допустим, жена предала, ты принял это, и дальше придет кристальное знание, что и как сделать, чтобы все наладилось. Принятие судьбы необходимо всегда и везде. Но иногда бывает очень трудно. Прин tauко. Общ refrain в faith.